Еще раз доброе утро! Пока природа просыпается, я уже успел этим ранним утром проснуться раньше всех, нарвать букет замечательно красивых цветов, которые мы от всего телеканала СТС с большой любовью и искренней симпатией хотим вручить нашей любимой, нашей народной уже оперной певице, артистке Лидии Шелангой. Лидия, доброе утро! Доброе утро! Сегодня просто, наверное, самый солнечный день на этой неделе. Почему? Потому что сегодня совпало большое количество событий, о которых мы будем говорить чуть позже. А пока я хочу вручить в этот букет. Спасибо! Поздравить вас с днем рождения в первую очередь! Спасибо, спасибо большое! Спасибо за нашу уже многолетнюю дружбу, скажем так, спасибо! От всей нашей команды с огромной любовью. И поздравить вас хочу также с очень почетным званием Народной артистки Лидии Шелангой, которое вы получили тоже вот сейчас буквально несколько дней назад. Да, неделю назад ровно, да. И теперь вопрос. Весна – это такое время года, которое постоянно вам преподносят какие-то очень, я бы сказал, дорогие, важные для жизни подарки. Подарки. Потому что это рождение дочери, это ваш день рождения, это тоже звание, которое почетное и, наверное, желанное. Так ли это? Весна, она вот… или, может быть, это во протяжении всего года происходит? Я всегда такая… Вообще у меня весна всю жизнь, я такой человек положительно настроенный ко всему, что происходит вокруг меня. И когда кто-то говорит про 8 марта, про март, я говорю, ой, весна – это наше. Потому что, конечно же, мы отметили 16-летие Николь, мой день рождения, это международный день театра 27 марта, это весна… Восьмое марта тоже совсем давно года. Да, и когда вообще все вокруг просыпается наконец-то, и весна украшает все, это такой толчок к жизни, и очень приятно, конечно же. Свой день рождения. Вы любите свой день рождения? Уже нет, я не праздную давно, но так иногда мы выходим, мы выходим с подругами куда-то на кофе, на чай так символически. Без особого размаха это происходит, да? Да, без размаха, потому что, когда уже родилась дочь, у меня как-то на первом плане день рождения ребенка. В центровых кругах происходят ли какие-то там празднования, банкеты? Нет, нет, не происходит, абсолютно нет, да. Что касается самого звания Народной Артистки Республики Молодого, которые получили тоже совсем недавно, ваши эмоции, впечатления, насколько вы долго этого ждали, ждали ли вы это вообще, что это произойдет, тем более вот сейчас, под праздник 8 марта это произошло буквально… Я знала, что это должно произойти, потому что организации, которые меня выдвигали на это звание, меня еще несколько лет просили подготовить документы, это очень сложно вспомнить. Дело в том, что заслуженное я получила в 2008 году, и теперь я научена тем, что нужно делать хронику всех событий, важных концертов, мероприятий, турне, гастроли, чтобы… ну, это вообще полезно для тебя самого, и была всегда сложная такая кропотливая работа, вот эта хроника, и, наконец-то, меня подтолкнули и заставили уже собраться, потому что я такая витающая в облаках, и мне очень приятно, что наш дорогой президент, Игорь Николаевич, включил меня в список выдающихся женщин к 8 марта, и такие просто шикарные подарки, вот такие награды. Я эмоции, я пока протокол читал, за что меня награждают, и вот такой у них лист существует, я стояла, я сдерживала эмоции, я хотела рыдать, я смотрю на Игоря Николаевича, он видит, что я вся дрожу, и он так спокойно, с таким взглядом теплым на меня смотрит, и я когда вышла уже получать награду, я сказала, можно взять слово, я говорила там, я была очень на эмоциях, и я с трудом сдержалась, собрала свои эмоции, потому что я включила свою профессиональную деятельность, работу, и нужно было собраться и сказать все, и поблагодарить. Ну, удивительно, ведь вы столько лет уже на сцене, столько людей вам рукой пускало, и в то же самое время вы, есть моменты, которые вас могут тронуть до глубины души. Вы знаете, я стояла, у меня колени подкашивались, я такой человек, что я очень стесняюсь, когда меня хвалят, и я в душе скромный человек, но внешне очень яркий. И энергичный, я хочу вас сделать вверх комплимент, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Еще то, что мы хотим вас поздравить, и только цветами, но у нас есть для вас маленький сюрприз. Давайте мы посмотрим маленькую нарезку, которую подготовили наши журналисты, наша команда. О чем пойдет речь еще далее, я думаю, догадаетесь по этому ролику. Ой, спасибо, я люблю ваши сюрпризы. В прошлом году, ко дню рождения, вы меня так тронули, я сидела в слезах, спасибо. Так, давайте смотреть вместе, никто плакать больше не будет. Давайте. Женщина, которая поет и приглашает. Друзья, приглашаем вас 1 марта на открытие Мерцежора. Женщина, которая любит. Ну да, у нас просто такая очень веселая семейка, мы очень дружны, ты больше никогда не выйдешь на телевидение. Женщина, способная на все. Люди даже не подозревают, что я могу делать. Я всем морочу голову, я могу ползать, хрюкать, квакать, гавкать. Народная артистка Республики Молдова Лилия Шаламей отмечает сегодня свой день рождения. Человек-праздник, мама и любимица аудитории. Да. Наша команда поздравляет вас и желает, чтобы Новый год жизни прошел на самой высокой ноте. Знали бы вы, сколько мы учили Сергея Мобалину эту партию, сколько мы репетировали, даже побриться не успели. Ну, по крайней мере, мы старались. Еще раз вас поздравляем. Вот такой вот видеоролик. Спасибо большое. Мы в начале редакции «Садмюшка» совещались. Не обидится ли Лилия, что мы вот так подобрали с одной стороны серьезную... Бесподобно. Так вот безбашина какая, я за кадром. С другой стороны, человек, который готов на все, может все и умеет все. И вот у меня вопрос. Откуда столько энергии при этом в сумасшедшем графике? Потому что вы выступаете очень часто, вы ездите по разным странам, в разной концертной площадке. И при этом вы живете вот такой вот жизнью, энергичной, не боитесь показаться иногда даже смешной в каких-то моментах. В чем секрет? Меня спрашивают многие, особенно у нас девочки, солистки, которые недавно поступили к нам на службу в Национальный оперный театр. Особенно бесподобная моя любимая Настя Кушнир. Она смотрит репетиции. Я точно так же отдаюсь на репетициях. Вот недавно я, хорошо, что я не сломала руку, я вывихнула руку, могла сломать спину, вообще ужасно. Это вот когда вот этот номер был? Это было на репетиции в зале до этого, да. Именно, нет, не стойкие, просто мы там бегали за письмом, и я споткнулась на сцене, и я упала, а могла с высоты сцены там и спину или об колонну головой удариться. Обожгать. Да, и мне сказали, Лиля, счастье, обычно ломают эту вот косточку. И я вот выкладываюсь одинаково на сцене и одинаково на репетициях и на сцене. Вы знаете, я в детстве, как говорила моя мама, я была, меня не было не видно, не слышно, я дружила больше с мальчишками. Но вот какие-то открылись у меня дополнительные вот эти потайные ящички, душевные, эмоциональные, когда родилась моя дочь. Вот как-то всё перевернулось, вот как и здесь, это стойка на голове, с головы на ноги или с ног на голову. Вот какой-то другой мир у меня. Ты захотелось открыть этот мир для всех, да? Да, он у меня открылся, я стала чувствовать себя более уверенной, почувствовала себя привлекательной, как женщина. Ну вот всё благодаря тому, что я стала мамой. А работа, чем больше работаешь, тем больше влюбляешься. Это мой второй дом, я, это бесценно. И никогда не могу даже найти подходящие слова. Вы рискованный человек, вот не только про стойку на руках, я говорю сейчас. Нет, что-то в жизни менять я боюсь. Но вот... Какие-то такие маленькие моменты вы легко не совершаете? Вот поступило предложение буквально вчера быть деканом в одном из ведущих, известнейших академий СНГ, стать деканом. Предлагают мне и квартиру со всеми люксовыми условиями, ждут меня на встречу. Я сказала, что это провокация. Это очень приятно, очень приятно. Я не знаю, чем это закончится. Но хочется, хочется у себя дома. Мы надеемся, что не на какой ваш выбор. Мы вас не реже видеть у нас в гостях и на сцене нашей оперы. Еще одна маленькая зарисовочка, о которой хотелось бы поговорить, это о том, как прошел ваш Новый год. И почему ваша любимая елка... Кстати, елку-то вы уже вынесли туда, куда выносят елки до сих пор? Вот мой день рождения уже. Чтобы вы понимали, что это не шутка. 2 марта решено. Завтра уберем елку. Ну, если успею. Весна уже на дворе. И вот сейчас на прощание снимочек сделала. Это была фотография 2 марта, да, если не ошибаюсь? Да. Опубликована. Спустя 9 дней... 10 марта. Или 8 дней, а 10-11 марта. Елка продолжает стоять. И радовать всех гостей. Это какой-то праздник был, очевидно. Это мы отмечали уже 16-летие Николь, у друзей в ресторане, да. И до сих пор елка... Стоит. И вот сегодня 15 марта, и мне кажется, что я сегодня не уберу, потому что я сейчас у вас, затем я в прямом эфире на другом радио, затем на работу. Вы идете на рекорд. Да, с подругой выйти тоже на кофе, на чай, со всеми не успеваю. Я хочу обратить внимание, что вот такие вот забавные истории происходят в вашей жизни спонтанно, да? Да, спонтанно. Ведь вы не специально уликовали эту елку для того, чтобы обратить на себя внимание. Нет, и много цветов, понимаете, они еще добавились, и думаю, ну все, наконец-то я ее уберу. Думаю, ну перед тем, как убрать, я опять напишу пост, вот спасибо, эти все цветы объединились, и опять все закрутилось, звание, поздравление, интервью. Лилия, мне очень, наверное, вообще даже, я не могу даже представить то, что вы сейчас чувствуете, потому что в вашей жизни очень много событий произошло уже, и только только за последний месяц, за последние дни огромных вещей событий. О чем вы еще мечтаете? Может быть, и события, о котором вы мечтаете, то, что мы хотели бы, чтобы произошло в жизни, может, в ближайшее время. Я понимаю, что добившись столько, уже мечтать довольно сложно, но я уверен, что у вас мечты еще есть. Я, конечно же, мечтаю о собственном агенте, найти агента, но это очень сложно, это нужно летать на аудишнс, на прослушивание. Это огромное количество денег, которых, к сожалению, нет, чтобы их потратить. Спонсоров, меценатов нет, но агента можно найти только так, чтобы летать, и они смотрят твои видео, им это все нравится, и приглашают уже лично на прослушивание. Хочется найти агента, хочется летать на какие-то бесподобные спектакли, какие-то концерты, чтобы это все хорошо оплачивалось, потому что у меня достойная девочка, необыкновенно эрудирована. Мне хочется дать ей хорошее будущее, хорошее образование. Нашей зарплатой здесь и отношением государства к людям культуры этого невозможно, поэтому хочется быть здесь, радовать людей здесь, но выезжать на хорошие мероприятия и дать достойное будущее своему ребенку. И мы еще раз вас поздравляем, желаем, чтобы все ваши мечты сбылись, и давайте встречать это утро хорошим настроением, так как, в принципе, мы начали встречать прямо сейчас, у нас короткая пауза, после которой мы вернемся.